здравствуйте вижу постепенно участники подключаются насыпьте огоньков если хорошо слышно если хорошо видно чтобы мы поняли что все в порядке вижу пошли огоньки прекрасно надеюсь нашу презентацию видно давайте познакомимся с кем они знакомы константин со мной мой коллега вячеслав мы в компании отвечаем за направлении 7 в принципе давайте начинать тема на сегодняшний вебинар это расширенные требования к управлению спим поставок и почему важно иметь именно специализированные решения для того чтобы управлять спим поставок по таймингу у нас в принципе будет все стандартно сначала будет небольшая водная часть потом поговорим именно по предметике и в конце поотвечаем на ваши вопросы еще раз если у нас хорошо видно слышно насыпьте огоньков если видно презентацию тоже ставьте огоньки если у вас проблемы со звуком проблемы с картинкой то попробуйте перезагрузиться перезайти потому что мы тестили у нас все в порядке так вижу большое количество огоньков давайте будем начинать у нас сегодня вебинар посвященный управление спим поставок и на самом деле это будет даже не один вебинар а некий цикл вебинаров почему и зачем мы вообще решили про это поговорить и почему это важно на самом деле предметная область логистики она усложнилась да и сама логистика на самом деле усложнилась стало доступно большое количество информации которую нужно учитывать для того чтобы принимать какие-то решения стало возможно отслеживать в реальном времени какие-то там события на которые нужно оперативно реагировать и стало возможно оперативно режим онлайн рассчитывать большое количество показателей которые нужно контролировать и как бы информация реакция контроль это именно база для управления и в том числе базу управления цепями поставок собственно вопрос на самом деле которые всегда задавались управлением как бы ну и 7 они остались прежние то есть они не поменялись но вот требования к ответам они на самом деле усложнились можно пойти к порядку мы набросали как минимум там четыре вопроса которые всегда были есть и будут управление поставок ну например где находится мой товар на каком этапе логистической цепи он там прямо сейчас изначально отвечаю на эти вопросы кому-то было достаточно знать что вот мой товар на складе он находится в конкретные ячейки и для этого была придумана специализированная система в мс то есть кому-то достаточно этого на том уровне развития на котором они находятся дальше потребовались более сложные ответы на вопросы например у моих подключился еще модуль управления двором или отдельной системы а сверху на все это у нас появилосьiiice для того чтобы управлять доставкой какие то компании начали включать допустим системы классовоз или вмс для того чтобы управлять hopping сквадами но это все все равно отдельный контур hub отдельно склад и управление складом 1 двор и управления двором отдельно транспорт и управления доставкой транспортировкой может какие-то кроссдокинговые Но в развитии идет вперед, требования идут вперед, и поэтому недостаточно уже просто управлять отдельными контурами, нужно управлять именно всей цепочкой поставок целиком. Причем для того, чтобы грамотно управлять товаром и потоками как внутри склада, так и на уровне перевозок, нужны входные данные от производства и от поставщиков о том, когда, допустим, приедет нам товар и в каком количестве, а также нужны прогнозные данные наших покупателей и клиентов о том, когда и сколько товара они собираются у нас закупить, потребить и так далее. И вот именно нужно управлять всей цепочкой поставок, как с точки зрения внешней логистики, так и с точки зрения дистрибьюторства. И более того, на каждом этапе складской или транспортной обработки у нас может меняться цена товара и меняется себестоимость логистики. Ну, грубо говоря, при прохождении каждого плеча от производства на склад, по складу на РЦ, от РЦ до клиента, цена товара может увеличиваться в зависимости от того, сколько денег мы потратили на его доставку. И это все нужно учитывать, и это все очень важно. Дальше. На каждом этапе транспортировки или транспортной обработки что-то может пойти не по плану. Соответственно, нужно понимать, а как оперативно отреагировать на ситуацию, когда факт отличается от плана. Это можно сделать только в том случае, если у нас для каждого этапа обработки товара существуют специализированные решения. Ну, например, никто же уже не спорит с тем, что для того, чтобы управлять бухгалтерией, бухгалтерской отчетностью, там существует решение класса S-бухгалтерии. Или для того, чтобы управлять взаимоотношением с клиентами, существует система класса CRM. То есть и здесь, также в логистике. Даже все уже привыкли к тому, что складом должно управлять ВМС, а транспортом должно управлять ТМС. Так вот и цепями поставок тоже должно управлять специализированные решения. И, собственно, об этом мы попытаемся вам сегодня рассказать и доказать эту мысль. Дальше. Когда мы говорим про какую-то большую компанию, как правило, мы имеем дело с какой-то функциональной структурой. То есть есть отдельно продажи, склад, транспорт, финансы, производство, снабжение. И у каждого этого функционального подразделения есть какие-то свои KPI или какие-то свои метрики, по которым оценивают их эффективность. Продажи нужно срочно продать, производство нужно производить без остановки производственных мощностей. Логистики нужно сэкономить на доставке, складу нужно быстрее свой товар обработать и отдать. И в попытке функциональных подразделений сократить свои затраты по отдельности часто бывает такое, что это идет вразрез с общей эффективностью компании в целом. То есть, допустим, если бы где-то в одном месте чуть-чуть можно увеличить затраты на складскую обработку или на транспортировку, то это позволило бы сократить затраты компании в целом, а не отдельно взятого подразделения. Таким образом, мы имеем конфликт, когда речь идет про управление SPM-поставок целиком, и нужен какой-то рефери, который, по сути, будет себе консолидировать информацию от всех участников движения товара, то есть от продаж, от снабжения, от товародвижения, как от неких заявителей потребностей, так и получать информацию о том, откуда и когда мы эти товары или сырьевые материалы можем получить, то есть от производства, от закупок и от того же самого товародвижения, если мы можем какие-то товары перебросить с одного склада на другой. То есть, по сути, должен быть некий рефери или некая нейтральная единица, которая может трезво посмотреть на ситуацию целиком и принять какое-то управленческое решение. Ну и, собственно, во всем этом мы должны повышать предсказуемость взаимоотношений с нашими клиентами. То есть мы должны выстраивать взаимоотношения не только с нашими функциональными подразделениями в одной компании, но также плотно работать с поставщиками, с производством, с покупателями. И здесь мы уже говорим именно про комплексный подход к управлению SPM-поставок. Смотрите, да, по комплексному подходу, чтобы, как сказал Константин, управлять всей полноценной цепочкой поставок, быть некой оркеструющей, скажем так, системой, в рамках нашей системы DOM управления SPM-поставок есть следующий модуль. То есть это моделирование самой логистической сети, это по факту нанесения необходимых ребр доставок, узлов, ограничений на этих ребрах, ограничений на узлах, обработки мощности складов, производственных мощностей. То есть первоочередное мы оцифровываем, по сути, всю модель логистической сети внутри системы. Система DOM управляет полностью запасами по сети, отдельный модуль, который показывает все остатки, которые есть на текущем на разных складах, остатки, которые находятся в пути, возможность подключать остатки, которые мы видим у наших клиентов или дистрибьюторов, остатки поставщиков и полноценно интегрированно управлять всеми запасами по сети. Система также содержит товарную номенклатуру и ее стоимость, потому что, как сказал Константин, то есть одна из задач – это не просто двигать товар, но и понимать, как мы этот товар двигаем и как затраты, логистические затраты влияют в том числе на стоимость товара, на его надбавочную стоимость. По факту получения заказов, либо это идет с уровня модуля прогнозирования, то есть мы, по сути, прогнозируем спрос потребностей в заказах наших клиентов, определяем, какие товарные группы необходимы нам пополнить на складах, определяем уровень страховых запасов, принимаем заказы на обеспечение из различных источников, соответственно, это могут быть, как я сказал, ERP-системы, CRM-системы, то есть те живые потребности, которые нам надо обеспечить. Это такой непрерывный цикл, который вы видите сейчас на слайде, то есть прогнозирование, прием заказов и планирование обеспечения этих заказов. Также есть отдельные блоки, позволяющие отслеживать исполнение этих заказов, не просто понимать, что нам это надо сделать вот так, а понимать, как товар двигается по цепочке поставок, принимать в моменте оперативные решения по изменениям в рамках цепочки поставок. Эту информацию мы можем черпать из различных систем, то есть системы ERP, либо системы WMS, TMS, которые отвечают за операционный уровень. В рамках нашей экосистемы платформы SEM эти продукты тесно связаны друг с другом, бесшовно интегрированы, соответственно, мы получаем из операционных систем необходимую информацию о том, как движется товар, были ли какие-то задержки. Отдельно модуль в системе, который отвечает за сбор и распределение затрат, для того, чтобы посчитать итоговую логистическую себестоимость. Причем, опять-таки, здесь вспомогательно выступают операционные системы, складские системы, транспортные системы, которые нам могут отдать фактические параметры для дальнейшего накопления этих затрат внутри системы и распределение этих затрат до конкретной SKU, конкретной номенклатуры. Система ДОМ на рамках этого анализа позволяет вести взаиморасчет с покупателями, имея на руках необходимую информацию по транспортировке с точки зрения стоимости, стоимости на грузообработку, имея товары и номенклатурные цены, то есть на них, соответственно, может формулировать, а сколько будет стоить, например, для клиента доставка, как по факту отражаются затраты, как меняется маржинальность товара нашего. Ну и отдельный блок – это аналитические ключевые показатели, отчетность, которая позволяет в моменте как операционно оценивать ситуацию, так и проводить некий ретро-анализ для, например, изменения моделирования логистической сети, принятия уже управленческих решений в этом плане. Чуть подробнее про моделирование логистической сети. То есть сеть может быть достаточно разветвленная, то есть узлы – это могут быть производство, склады, 3PL-операторы, дистрибьюторы и, конечно, наши клиенты. Для каждого из узлов мы накладываем ограничения по уровню сервиса, ограничения по мощности, например, склада, его возможности грузообработки, складских ресурсов и складских ворот для планирования поставок на определенные склады. В рамках ребер логистической цепи задаются сервисные условия по различным видам услуг, то есть это как может быть транспортировка, страхование груза и другие, скажем так, те тарифные условия, которые будут составлять себестоимость логистики по движению товара. Ну и, конечно же, транспортные ограничения. На каждом ребре могут быть заданы свои участники и подрядчики, которые осуществляют поставку. Это либо поставки собственными силами, либо выбор сторонних перевозчиков, определение занесения их тарифных сеток внутри системы для понимания предварительной калькуляции движения по логистической сети. Система ДОМ работает с обеспечением резервов под заказ. При этом резервировать потребности мы можем как условно из доступных нам на складах в текущий момент остатков, понимая, так как мы знаем все запасы на логистической сети. Мы можем резервировать только даже ожидаемые поступления с точки зрения понимания, что, например, поставщик нам поставил определенные сроки поставку. И в том числе мы можем управлять резервами запасы, которые еще находятся в пути по нашей логистической сети. Система ДОМ имеет поддержку различной стратегии обеспечения. То есть это вот тот модуль как раз-таки планирования. В рамках системы есть более 100 параметров, совокупность которых может давать различные комбинации для настройки стратегий. То есть это самый дешевый способ, то есть с минимальными затратами провести по логистической сети, самый быстрый с точки зрения уровня сервиса оказания для наших клиентов или поддержания производственного процесса. Это предпочтение, например, запасов или закупок. То есть мы можем либо ориентироваться на то, что у нас есть определенный запас и выбирать его, либо мы ориентируемся на то, что мы должны вначале отправить на закупку. Если не удовлетворяемся сервисным условиям с точки зрения наших поставщиков и сроков поставки, тогда уже используем наши запасы. Можем регулировать потребление, например, запасов только с конкретного склада для обеспечения конкретных клиентов, а можем вводить некие комбинации с возможностью использовать несколько складов для обеспечения заказа, что позволяет, например, минимизировать заплаты на логистику и соблюсти определенные сервисные условия для клиента. Пусть дороже, но клиент останется доволен. Также может быть задана, например, возможность частичного обеспечения заказа или полного. То есть мы определяем, что мы ждем все запасы, или, например, частично пополняем клиента по его заказам, исполняем и даем точные прогнозы, когда же, собственно говоря, остатки по его заказу будут в дальнейшем поставлены. Один из ключевых блоков как раз-таки это исполнение подспочки поставок, отвечая на вопрос, что с моим заказом, где он на текущий момент находится, какие сроки поставки. Здесь, как я ранее говорил, очень плотно работаем с операционным контуром в рамках платформы ICM. С точки зрения склада мы понимаем, что, например, началась складская обработка грузов. Если она выполнена, соответственно, в системе ДОМ идет отражение, что запасы выбыли с одного узла. Движение дальше по складу, например, от склада до склада, если мы говорим там пополнение подсклады или, например, использование складов перегруппировки, здесь уже подключается транспортная система и дает нам необходимую аналитику и данные с точки зрения того, что происходит с заказом именно в пути его следования. Система ДОМ при этом контролирует различные отклонения. И в случае, например, если мы понимаем, что мы не успеваем обеспечить заказы в срок, предлагает различные стратегии обеспечения, то есть повторно спускается цикл планирования, получая уже данные по факту прибытия, например, на склады или движения товара в пути, мы четко понимаем, что нам нужно изменить стратегию, обеспечить, например, этот заказ другого склада из-за задержек, например, на складе перегруппировки, чтобы товар там не успевает прибыть. Соответственно, поступление на склад фиксируется, что это уже товары, которые есть на складе и уже готовы к отгрузке. При этом система ДОМ является оркеструющей системой в части комплекса платформы ICM и позволяет управлять, как раз-таки выдавать задачи конкретным исполнителям, то есть системе ВМС и ТМС. В системе ТМС мы даем информацию о заявках на перевозку груза, причем мы говорим, когда нужно отправить груз и какие временные окна для удовлетворения сервиса клиента груз должен быть доставлен. То есть далее уже в системе ТМС происходит планирование маршрутов, компоновка их сборной машины для доставки, например, последней мили. Склад получает в системе ДОМ ожидаемые поступления. Например, мы видим склад в Новосибирск, склад в городе Барнаул. То есть в городе Барнаул на складе создадутся ожидаемые поступления, то есть склад будет понимать, сколько товаров, в какой период времени ему нужно будет принять, сколько машин, на какие ворота они встанут. Это также регулирует система ДОМ. Все, что нужно отгрузить со склада, опять-таки ожидаемые отгрузки, тоже генерирует систему ДОМ, пересылает это все в складскую систему в виде неких уже распоряжений на исполнение в этой части. Один из ключевых параметров – это накопление и распределение затрат. То есть это, по сути, на каждом этапе логистической сети мы проводим дооценку запасов. Соответственно, либо это дооценка доступных запасов по последнему перемещению, либо это дооценка доступных запасов по предыдущим перемещениям, либо это дооценка выбывших запасов, когда мы уже говорим про отгрузку конкретным клиентам. То есть на всей цепочке проходит накопление логистических затрат и формируется уже оперативная цена с учетом логистической себестоимости. То есть мы знаем цену закупки, например, у поставщиков или цену произведенного продукции, товаром, формируем вначале некий план по затратам по движению цепочки поставок и понимаем вначале некую прогнозную модель с точки зрения логистических затрат. По мере исполнения по логистической сети, то есть мы собираем на каждом участке факт затрат, причем факт затрат как в транспортировку, так и на грузообработку, либо с подключением операционных систем получаем оттуда эту информацию, либо же это можно производить непосредственно прям в системе «Дом», вести взаиморасчеты с нашими поставщиками. Соответственно, на выходе мы понимаем итоговую цену с затратами на полный цикл доставки и движения наших товаров. На самом деле не каждой компании нужно подобное специализированное решение, то есть есть все равно некая целевая группа либо целевая аудитория компании, которой это подходит в большей степени по нашему мнению и по нашим наблюдениям. То есть это скорее подходит либо FMCG компаниям, либо у которых собственное производство с несколькими заводами, или ритейл. Это компании, у которых собственная большая разветвленная сеть логистики, там большое количество поставщиков, производство, какое-то большое количество кладов. Это компании с розницей и компании, которые доставляют конечным клиентам, потому что чем больше, по сути, узлов в логистической сети, тем больше ребер и тем больше получается параметров мы можем спланировать, спрогнозировать, и тем большее количество данных мы должны управлять. Это подходит компаниям, у которых есть потребность в прогнозировании потребностей, потому что чем точнее прогноз и вообще само его наличие позволяет нам более качественно и более точно управлять всей логистической цепочкой. Это подходит компаниям, которые используют большое количество видов транспорта, авиаперевозки, ЖД-перевозки, морские перевозки, автоперевозки, потому что у каждого из видов транспортировки есть своя цена, у каждого из видов транспортировки есть свои сроки поставки. И по сути всем этим можно управлять, все это регулировать и выбирать тот или иной вид транспорта в зависимости от стратегии обеспечения и в зависимости от тех сроков поставки, которые мы должны обеспечить нашим клиентам для обеспечения высокого уровня сервиса. Ну и, конечно же, это подходит тем компаниям, у которых есть прямая взаимосвязь между затратами и финансовым результатом бизнеса. Большое количество компаний не выставляют отдельный прайс за доставку, очень часто компании включают затраты на логистику в себестоимость продукции. Таким образом, если затраты на логистику посчитаны некорректно либо не точно, то в конечном итоге мы или вы снижаете свою маржинальность за счет того, что просто посчитали затраты на логистику некорректными. Или, допустим, посчитали затраты на транспортную логистику, но забыли посчитать на складскую. Или если даже посчитали, то не смогли или не сумели грамотно и качественно распределить ее по заказам, или, может быть, там, по наукатуре, либо как-то еще. В общем, не посчитана логистическая себестоимость. То есть, ну и там, по сути, это специализированное решение позволяет отработать несколько вызовов, которые на сегодняшний день стоят перед компаниями. И я считаю, что вот многим стоит задуматься на сегодняшний день о том, чтобы уйти именно в систему класса S7. И, собственно, важный вывод, который хочется в конце сказать, это то, что оперативно управлять логистикой, оперативно управлять цепями поставок можно только в том случае, если тот, кто ею управляет, является владельцем системы. Придется мне сделать отсылку, допустим, к ERP, потому что на сегодняшний день многие компании функцию управления цепями поставок отдают в ERP или там на откуп ERP. А здесь важно понимать, что ERP – это учетная система, это не система оперативного управления. И на самом деле хозяином ERP-системы логистика, как правило, не является. А если мы говорим про управление логистикой, про управление спием-поставок, про какое-то оперативное реагирование на то, что происходит на каком-то этапе грузообработки, то нужно именно оперативно реагировать на то, что происходит с заказом, с товаром. Если планы поменялись, нужно прямо сейчас знать, что нужно сделать. И поэтому важно, чтобы тот, кто управляет логистикой, был хозяином системы, но при этом же важно грамотно распределить функции между отдельно стоящей системой класса SCM и, допустим, ERP-системой, чтобы потоки информации между этими системами были выстроены, налажены и заранее грамотно спроектированы. И в конце, может быть, кто-то не знает, а может быть, все знают, вообще, почему мы считаем, что мы легитимно можем говорить про управление спием-поставок. Очень долго наша компания ассоциировалась почему-то с тем, что Axiote это равно склад. На самом деле мы уже давно не только склад, мы уже давно не только ВМС. Мы очень давно работаем на рынке IT-решений, специализируемся именно на логистике. И за все время работы мы уже рассмотрелись на кучу кейсов, посмотрели на процессы в различных компаниях. И мы уже понимаем взаимосвязи между, ну, по сути, всеми функциональными подразделениями внутри компании. Мы понимаем, как продажи влияют на логистику, мы понимаем, как производство влияет на логистику. И поэтому мы уже можем говорить не только там за ВМС или только про ТМС в чаще транспортировки, но и про комплексный подход к управлению спием-поставок. И важно сказать, что при всем при этом мы можем не только автоматизировать существующие процессы, но у нас есть направление лог-консалтинга, собственно, практика, который позволяет эти процессы правильно выстроить. Потому что внедрение подобного решения класса SCM – это не только автоматизация, но еще и некий реинжиниринг бизнес-процессов. Потому что, когда компании жили по-старому, нужно прийти и теперь подумать и придумать и выстроить процессы по-новому. По повествованию у нас все. Накидайте огни, если было полезно, классно, интересно. Запись будет доступна. Сейчас давайте поговорим и поотвечаем на ваши вопросы. Спасибо.